Приветствую вас. В первую очередь хочется сказать, что вы обратились за диагнозом немножечко не к тем специалистам, потому что, ну, по крайней мере, психологи, коим являюсь, например, я, не занимаются тем, что выносят, допустим, диагнозы. Мы не ставим диагнозы, мы работаем с непосредственно, ну, непосредственно с человеческими особенностями, с проблемами и так далее. А если вас саму по себе, значит, напрягает тот факт, что вы пытаетесь все контролировать, вот, что, если вы сами считаете это для себя очень тяжелым, вот, то, соответственно, с этим нужно работать, потому что за данным поведением скрываются, ну, немножечко деструктивные представления о мире, о порядке. За этим скрывается ваша потребность все контролировать, значит, вы не чувствуете себя в безопасности, а значит, у вас не простроены личные границы. Вот, и, соответственно, в первую очередь с личными границами именно вам и нужно работать. На мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, вот, то есть, соответственно, именно на личной границе вам и нужно в первую очередь обратить свое внимание. То есть, грубо говоря, где моя ответственность, ну, где моя ответственность за то, что происходит, за что я отвечаю, а где ответственность, соответственно, других людей, то есть, где они отвечают. За то или иначе, да, так вот, у вас нет личных границ, вы не можете говорить нет, а, ну, скажем так, вовремя, вовремя нет, вы говорить не можете. Вот, соответственно, соответственно, не чувствуете себя защищенно и пытаетесь компенсировать это вот именно за счет, ну, за счет контроля, за счет контроля всего и вся. Да, вот, в том числе, посуда, да, вот, аккуратистка, то есть, обуви, посуды, там, и так далее. Вот, ответственность этим, ну, и на работу. С другой стороны, Полина, вы в некоторой степени перфекционист. Да, то есть, это признак перфекционизма. Вот, перфекционизм, это означает, что вы должны быть, ну, например, лучше всех, что у вас должно быть все самое идеальное, что у вас должно быть все самое-самое, и вы сами должны быть все самые-самые. Перфекционизм, это нездоровые, нечеловеческие требования к себе, потому что человек не может быть самым-самым, да, у человека, ну, всегда могут быть какие-то погрешности, это нормально. Нормально иметь, иметь погрешности, это, то есть, в них нет ничего, ничего страшного в этом, нет ничего аномального, ну, в погрешностях, ну, вот, и так далее. Но вы себе их не позволяете. И вот, как бы, одним из моментов ключевых является, как раз таки, позволение себе, да, то есть, вот, позволение себе иметь определенного рода погрешности. Вот это, то, что вам реально, ну, можно и нужно даже, я бы сказал, сделать, ну, вот, для себя. Вот. Вот примерно так. А что касается того, психологического или этого заболевания именно или нет, да, это вопрос уже не по адресу, это вопрос уже не к психологам, это вопрос к психиатрам, к психотерапевтам, к клиническим психологам. Но они не будут ставить вам диагноз заочно, то есть, ни один диагноз не будет ставиться заочно. Вот. То есть, как, опять же, психологи, мы можем с вами поработать, мы можем вас от этого освободить, если у вас есть такое желание, мы можем это сделать. Потому что в этом нет ничего сверхординарного. Вот. И, соответственно, что? То есть, ключевой, ключевой момент, ключевой момент, именно в этом, именно в том, как вы воспринимаете реальность, которая, ну, вокруг вас находится. Все. Вот так. То есть, вы сперва сами определите, да, вот, что вы хотите с этим делать. То есть, вы хотите свою проблему, если эта проблема для вас скорректировать. Можно это сделать. А если вы хотите оставить все как есть, к примеру, можно оставить все как есть, если вам это не вредит. Если вы беспокоитесь за своих родных и понимаете, что им от этого откровенно негатив, негатив идет, можно с этим поработать. Определитесь для себя, для себя в этом направлении. Потому что решение за вас принимать мы не можем. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!